Сельхозпредприятия области ждут начала весенних полевых работ. В хозяйстве Мокинское советского района полностью закупили удобрения. Семена, готова техника, но выйти в поле пока мешает снег. Впрочем, посевную здесь планируют начать в привычные сроки. Подробнее Андрей Дозорцев. Начало весенних полевых работ в хозяйстве Мокинское встретят во всеоружии. Техника полностью готова. Часть оборудования своими силами модернизировали. Например, эта барана отечественного производства, хотя и современная, но имела недостатки. Пришлось некоторые части заменить на старые. Получился уникальный агрегат. Мы в Зуевском районе нынче были и подсмотрели, как они ее быстро переделывают на обычную сцеповую борону. То есть это получается такой хороший гидравлический сцеп двойных барон, классический, который качественно баранит почту весной. Когда будут подходящие погодные условия, техника выйдет в поле в тот же день. Однако пока земля под снегом. Это поле, где была посеяна озимая культура. Как говорят в хозяйстве, каждый год не похож на предыдущий. В марте радовались теплым дням и ждали раннюю весну, но прогнозы не сбылись. Это уже немножко идет отставание по срокам схода снега к уровню прошлого года. Но вчерашний день, сегодняшний день, позавчерашний уже показывают, что тепло накопилось и сейчас это все пойдет в процесс ставления снега быстро. Конечно, большой секрет, большой вопрос еще, как озимые выйдут из-под этого снега. В общем-то, волнуемся. Все-таки озимое поле для нас большое значение имеет. Как говорит директор, хозяйство обеспечено в необходимой мере удобрениями. Хотя и закупили их в этот раз позже, чем обычно. Сказалась непростая экономическая ситуация в стране. Высокие проценты по кредитам затронули и процесс обновления техники. Ее закупят меньше, но в целом обойдутся существующей. Мы хорошо обновились за последние, в общем-то, привлечено в хозяйство очень много и кредитных средств, и заработано своим денег. Все мы это не проедали, не тратили на какие-то, в общем-то, непонятные проекты. Мы все вкладываем в технику, в здание, сооружение, в технику, в оборудование. Поэтому мы проживем на той технике, которая куплена несколько лет, не, как говорится, не сделав хуже. В хозяйстве планируют развивать животноводство. В этом году хотят построить ферму на 100 мест, а это уже сданный в эксплуатацию телятник. Здесь обеспечили комфортные условия содержания скота. Например, для телят стали подогревать молоко и воду. Оборудование монтировали сами. Закольцовано с котлом отопление, и непосредственно насос гоняет по всей системе телятника. Там поилочка стоит, она как, тоже, поилки хорошие, включают носиком раз, все, вода теплая. Теплая жидкость позволяет животному не тратить свою энергию на подогрев воды. Все это сказывается на эффективности производства. Лучшие условия жизни для телят увеличили при весе. Так у нас при весе порядка 850 грамм по хозяйству, да, за последние 2-3 года, в общем-то, то решили, ну, улучшить что ли еще, и построили вот этот телятник. И на самом деле, вот, первые 3 месяца эксплуатации, это показали, что здесь телята, ну, у нас средний, в общем-то, прирост получается около килограмма. 980-970 грамм. Прошлый год для хозяйства стал рекордным по сбору урожая. Каким будет этот год, сказать сложно. Здесь с нетерпением ждут схода снега на полях, чтобы уложиться в сроки. Настроены оптимистично. Обычно в поле выезжают во второй декаде, апреля. Андрей Дозорцев, Сергей Щекин, Вести, Советский район.